Здравствуйте! В эфире телеканала АЛАУ новости. В студии Александр Ульянов. Смотрите сегодня в выпуске. В прошлом году в Кустанайской области инициировали реализацию программы по строительству молочно-товарных ферм. Однако сегодня, как отмечают в управлении сельского хозяйства, не все начали строительство. Татьяна Калюжина с подробностями. Система медицинского обслуживания изменится в Казахстане. Теперь медсестры научатся самостоятельно вести приемы больных. О других планируемых нововведениях расскажет Алина Альмишева. Запретить продажу энергетических напитков всем, кому меньше 21 года. С такой законодательной инициативой выступают парламентарии Казахстана. В чем вред энергетиков и разделяет ли Кустанайцы беспокойство депутатов? В Кустанайской области тормозится строительство молочно-товарных ферм. Напомним, что в ближайшие два года в регионе их должно появиться 10. Однако, как отмечают в управлении сельского хозяйства, у некоторых уже готова проектно-сметная документация. Выделены кредиты, но строительство не начато. Подробности у моих коллег. В Кустанайской области в прошлом году запущена программа по строительству молочно-товарных ферм. Уже было прокредитовано возведение шести в Федоровском и Алтынсаринском районах. Как отмечают в управлении сельского хозяйства, сейчас здесь возводятся линии электропередач, пробурены скважины, заключены договоры на поставку оборудования и скота. Однако, выданные 3 миллиарда тенге до сих пор до конца не освоены. Всего же в ближайшие два года в Кустанайской области планируется построить 10 молочно-товарных ферм на 27 миллиардов тенге. Но сегодня ПСД разработаны лишь четырьмя инициаторами. Имея на руках ПСД двухгодичной давности, к примеру, хозяйство в Кустанайском районе до сих пор не приступило к работе. Еще три бизнесмена нашли проектировщиков, однако отмечают в управлении сельского хозяйства какой-либо активной работы по реализации проектов не ведут. В переработку, в создание крупных проектов, вот эта задача как раз-таки стоящая перед исполнительной властью. Более того, мы все необходимые инструменты, финансирование льготное под 2,5% выделяем. Осталось только переживать и все, и в рот положить, откровенно говоря. По данным управления сельского хозяйства, инвесторы из Карасузского, Узункольского, Саракольского районов никакую работу по разработке проектно-сметных документаций молочно-товарных ферм не проводили. По мнению главы Кустанайской области, Акиматы этих районов должны разобраться в существующей ситуации. И если бизнесменам нужна помощь, оказать ее. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. В Кустанайской области планируют реализовать проект двухдипломного образования. Кустанайский региональный университет намерен сотрудничать с американским университетом из Аризоны. Подобный опыт уже был в Североказахстанской области. Там его реализовали еще три года назад. Тогда министерствам образования были выделены необходимые средства. Увеличена сумма грантов и разработаны специальные программы. Одна из которых рассчитана на тех, кто хочет обучаться только на английском языке. Сейчас в Государственном университете Северного Казахстана по этой программе обучается более 600 студентов из 17 областей и трех городов Казахстана. Благодаря программе студенты смогут одновременно обучаться в двух университетах – казахстанском и американском. Впоследствии чего – получить дипломы обоих вузов. Руднинская энергокомпания с 10 июня снижает тариф за электричество для юридических лиц на 17% и бюджетных организаций на 5%. В департаменте по регулированию естественных монополий отмечают, что снижение тарифа стало возможным после приостановления действия лицензии нерегулируемым энергоснабжающим организациям. Подробнее расскажет Татьяна Калюжная. До недавнего времени сбытом электроэнергии в Казахстане занимались два вида компаний – регулируемые и нерегулируемые. Первым тарифную политику диктует государство, вторые же устанавливали собственные расценки на электроэнергию. И у них она была значительно дешевле – где-то на 10 тенге, а где-то и на 40 за 1 кВт-час. Однако, как отмечают специалисты, регулируемые поставщики оказались в условиях неравной конкуренции. Например, как пандемия, правительством было принято решение о введении моратория, вы, наверное, помните, для потребителей, основной категории потребителей – это население. При этом инфляционные процессы, они, естественно, влияют на каждое предприятие, в том числе по энергоснабжающим организациям. В этой связи это повлияло на цену для других потребителей, для юридических и бюджетных организаций. Вот с начала года тариф для бюджетных организаций он составляет уже 56 тенге. Это фактически в два раза выше средней отпускной цены. Эксперты подчеркивают, что дифференцированный тариф, где низкая стоимость электроэнергии для населения компенсируется высоким тарифом для юрлиц, стал причиной того, что регулируемые организации, к примеру, ТЭЦ, стали терять своих потребителей. Юридические лица стали уходить к нерегулируемым организациям, которые продавали им более дешевую электроэнергию. Только за прошлый год ТЭЦПы на 40% снизили объем покупаемой предприятием электроэнергии. А с 1 апреля правительство решает приостановить работу нерегулируемых энергоснабжающих предприятий. В Кустанайской области это 28 таких предприятий, а по всей стране больше 500. И часть этих компаний уже начали судебные процессы. — Разумеется, субъекты не согласились, подали иски, и административный суд Астаны, он вынес сопределение о том, что все приостановления как такового не было, потому что, ну, это незаконно, все лицензии действующие. А если кто-то, а имелось в виду КИГО, после этих уведомлений лишил всей энергоснабжающей организации статуса субъекта оптового рынка, — Поэтому сейчас, по моим данным, большинство энергоснабжающих организаций готовят и подают иски уже к КИГОКу, к нашей квази-государственной компании. Понимаете? То есть это сейчас еще выльется. Вот какие последствия все эти непродуманные, неграмотные, несогласованные с рынком действия регуляторам? При этом в департаменте по регулированию естественных монополий Куснойской области уже видят положительный эффект от этих изменений. К примеру, благодаря тому, что в Руднинской энергокомпании увеличилось количество потребителей, они решили снизить тариф для юридических лиц на 17% с 35 тенге до 29 тенге за 1 кВт-час, а для бюджетных организаций на 5% с 72 до 69 тенге за 1 кВт-час без учета НДС. Сейчас на рассмотрении в ведомстве подобной заявкой ИОТЭС Кустаная. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН. В этом году в Денисовском районе участки трасс местного и районного значения общей протяженностью более 12,5 километров, которые не ремонтировались долгое время, получат вторую жизнь. Асфальтовое покрытие восстановят на нескольких улицах села Денисовка, в том числе с выездом в село Некрасовка, а также на трассе Заоядская-Свердловка. На какой стадии находятся работы, выясняла наша съемочная группа. Виктор Урун в селе Денисовка живет 68 лет. И, по словам мужчины, участок дороги по улице Кавказская за все это время ни разу не подвергался ремонту. Газ есть, я по следующей улице живу, вода есть. Слава Богу, сейчас вот и по нашей, и вот здесь вот. Ну, дожили до цивилизации, я лично доволен. Всего в начале мая начали ремонтировать шесть улиц. Кавказскую, Пушкино, Комсомольскую, Базарную и Патриса Лумумбы в селе Денисовке. А также участок протяженностью более полутора километров по улице Комарова. В селе Денисовке уже начаты все пять улиц. Готовится основание. Это выходит около более шести километров асфальта протяженностью на сумму 316 миллионов. Также у нас заключен договор с технодзором, который ежедневно здесь находится, проверяет, смотрит за качество дороги. Также у нас заключен договор с НЦКД, национальным качеством дорог. Значимость внутри поселковых дорог, по словам Акима Денисовского сельского округа, большая. Ведь здесь находится спорткомплекс «Автомобилист». И эта дорога востребована как у самих жителей, так и у гостей села. Завершить ремонтные работы подрядная организация обещает уже в августе. А на участке дороги Заяцкая-Свердловка протяженностью 5 километров работы уже близится к завершению. Ежедневно ремонтная бригада принимает до 18 машин, которые привозят 700 тонн асфальта. Таким образом, за сутки они укладывают от 500 до 700 метров дороги шириной в 6 метров. По асфальту мы сегодня доделываем, но у нас остаются еще здесь обочины, установка знаков. Ну и там небольшие какие-то недочеты, там это все будет исправляться. По трубам имеется в виду заливаться, засыпаться. Через них, когда разливается вода, чтобы не подмыв в дороге не было. На средний ремонт этой дороги из областного бюджета выделено 313 миллионов тенге. И, как говорит Аким Свердловского сельского округа, этот участок трассы долгое время не подвергался ремонту. Сообщение дает нам возможность не только как экономически поднять сельский округ, но и также быстрая доставка, оперативность. Даже экстренные службы сегодня к нам могут приехать без замедления. Работы по среднему ремонту дороги Зооядская-Свердловка были начаты 29 апреля и уже на 80% выполнены. Дата завершения по договору – 1 июля. Валерия Зиновьева, РТН, Денисовский район. При содействии телекомпании «Акцент». Расследованием двух инцидентов, попавших в объектив камер смартфонов жителей области, занимается полиция региона. В Кустанай зафиксирован факт угрозы применения холодного оружия, а в рудном – кража строительных материалов, приобретенных на бюджетные деньги. Подробнее об этом, а также о привлечении к ответственности человека, незаконно распространявшего религиозные материалы, в нашей рубрике «Коротко». Инцидентом, который на днях произошел в Кустанай, занялась полиция. Согласно информации, опубликованной в одном из кустанайских инстаграм-пабликов, в один из недавних вечеров в микрорайоне юбилейный председатель ОСИ напал с ножом на мужчину. Как утверждает подписчица интернет-ресурса, все началось из-за громкой музыки и разговор двух мужчин по телефону перерос в конфликт. Позже оппоненты встретились во дворе, и в итоге один из них достал нож. Выяснение отношений, причем и с другими соседями, продолжились и после приезда полицейского патруля. Как сообщили сотрудники департамента полиции, инцидент зарегистрирован, все участники конфликта установлены. По факту угрозы возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Выясняются обстоятельства произошедшего. За размещение запрещенного религиозного контента в интернете кустанайца привлекли к ответственности. По информации полиции, 29-летний житель областного центра на своей странице в одной из соцсетей размещал аудио- и видеоматериалы религиозного характера. А это, согласно закону о религиозной деятельности и религиозных объединениях, допускается только в культовых зданиях, духовных организациях, а также в специально определенных местными исполнительными органами местах. К тому же распространение таких материалов разрешается лишь после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы. Факт в ходе мониторинга выявили сотрудники Управления по противодействию экстремизму. За нарушение закона в отношении местного жителя было возбуждено административное производство и назначен штраф в размере 50 МРП, а это более 184 тысяч тенге. В ведомстве отметили, что с начала года в регионе выявлено 7 подобных фактов. О краже стройматериалов, приобретенных на бюджетные деньги, сообщают жители Рудного. В городе за счет бюджетных средств идет ремонт крыши стен домов на центральной улице Ленина. Очевидцы сняли, как неизвестные уносят рулоны бекроста, которые до этого были просто сброшены с крыши. В результате с ремонтных площадок в общем исчезло два десятка рулонов. Кроме того, сообщается о факте опасного вредительства перерезания троса, на котором был закреплен промышленный альпинист и человека удержал только страховочный пояс. Полиция, как сообщили нам в ее областном департаменте, занялась расследованием данного факта. Водителя, который оставил место ДТП, разыскивает полиция Костанайской области. На него уже заведено два уголовных дела, так как при столкновении двух транспортных средств серьезно пострадал человек. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия, а жительница Костаная едва не стала свидетелем другого ДТП, которому могла привести детская беспечность. Подробнее расскажут мои коллеги. Кадры с места ДТП, которое произошло в Лисаковске, появились в сети. Столкнулись автомобили, велосипед, в результате чего водитель последнего пострадал и оказался на обочине. Туда его перенесли свидетели. Второго участника ДТП очевидцам снять не удалось. Как пояснили в ответ на наш запрос в департаменте полиции Костанайской области, около полудня 6 июня на Лисаковской улице Верхней Тобольской, возле гаражного кооператива, 43-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, совершил наезд на 77-летнего велосипедиста и оставил место ДТП. Пострадавший с различными травмами доставлен в больницу. По данному факту полиции возбуждено два уголовных дела, в том числе за оставление места ДТП. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию водителя. Процессуальное решение будет принято после проведения экспертиз и всех необходимых следственных действий. Ежители Костаная стали свидетелями аварийной ситуации с участием ребенка. Происходящее на дороге заставило вскрикнуть женщину, находящуюся в автомобиле, видеорегистратор которого ввел запись. На пересечении улиц Кайрбекова и Курганска ребенок самокатом выбежал на дорогу за укатившимся мечом. К счастью, все водители автомобилей, которые двигались по дороге на разрешающий сигнал светофора, успели отреагировать на это и остановили машины. Напомним, еще в мае по окончанию учебного года Костанайская полиция настоятельно просила родителей школьников провести с ними беседы и напомнить о правилах поведения на дороге. Кстати, сейчас полицейские подготовили и самостоятельно сняли новое напоминание о детях. Важно знать, что детям находиться на улице после 23 часов без сопровождения взрослых запрещено. А в развлекательных заведениях детям можно находиться до 10 часов вечера. За эти правонарушения родители будут привлечены к административной ответственности. Полиция гордо напоминает, что за нарушение данных правил родители подростков будут привлечены к административной ответственности. Кстати, если вы хотите отпустить своего ребенка на прогулку в вышеуказанное время с родственниками или знакомыми, полицейские советуют оформить нотариально заверенную доверенность, которую обязательно нужно носить с собой. Виталий Луговской, РТН. Сокращение очередей в больницах, виртуальные медицинские кабинеты в селах, самостоятельные приемы медсестер и многое другое планируют, а кое-что даже уже внедряют в Казахстане. Сейчас Минздрав готовит ряд изменений, которые коснутся системы медицинского обслуживания. О том, какие нововведения ждут казахстанцев, расскажет Алина Альмишева. Морал Нурканова уже 7 лет работает медсестрой в одной из поликлиник Кустаная. Сначала она закончила Кустанайский высший медицинский колледж, после чего сразу же начала работать. Впоследствии девушка получила высшее сестринское образование. А с апреля Морал Нурканова ведет прием больных самостоятельно. Как оказалось, эта практика уже давно существует и внедряется она с 2012 года. Поэтому такая новость не удивила девушку. За это время специалист уже выделила для себя плюсы и минусы такой работы. В первую очередь сложность заключается в том, что пациенты с недоверием относятся к приему медицинской сестры, потому что они привыкли сразу же идти на прием к терапевту, к лечению. Также, если мы что-то назначаем, корректируем, они относятся с недоверием. Медсестра добавила, что с появлением новых обязанностей увеличилась и оплата труда. По задумке, самостоятельные приемы позволят разгрузить врача общей практики, сократить очередность и сделать медпомощь более доступной. Также по плану наделить средний медперсонал правом осмотра и ведения хронических больных. Я хочу сказать, что это положительно влияет в том плане, когда больные приходят, ну, например, только за лекарственными препаратами. Выписать нужно только лекарственный препарат. За контрольными анализами диспансерные больные, например, у вас был повышенный сахар, вы пришли через месяц, чтобы сдать анализ крови на сахар. Но не отсиживайте очередь, не записываться на прием, а прийти к участковой медицинской сестре, которую вы знаете, она вам все это сделает и выпишет. Как бы это сделано в первую очередь для удобства наших пациентов. По словам Маргариты Бесеновой, на сегодня средний медицинский персонал достаточно квалифицирован. У большинства из них есть высшее образование. Поэтому они имеют полное право вести прием независимо от терапевта. А еще дети и студенты смогут прикрепиться к поликлинике родителей. Ну вот и совсем недавно я столкнулась с такой практикой, что ребенок прикреплен у нас, мама прикреплена во второй поликлинике, проживает в Наурызе, а папа вообще прикреплен к первой поликлинике. Я, конечно, все понимаю, но это очень неудобно. Мама там на общеврачебном участке, а здесь мы ребенка прикрепляем к педиатрическому участку. Здесь тоже идет нестыковка. Но объясняем, многие на это реагируют положительно, прикрепляются сами. Помимо этого, Минздрав также хочет создать виртуальные медицинские кабинеты в отдаленных селах и сделать диагностику социально значимых заболеваний бесплатной. А также врачи участковой службы планируют поощрять заранее выявление болезней. У Лжаса Синжигитов, Алина Альмишева, РТН. Энергетики стали опаснее, чем алкоголь. Именно так накануне мажорисмен Ельнор Басимбаев выразился на пленарном заседании. Уже не первый год в стране обсуждается вред энергетических напитков. Теперь депутаты предлагают запретить их продажу лицам, не достигшим 21 года на законодательном уровне. Что об этом думают простые кустанайцы и местные врачи, смотрите в следующем сюжете. В начале этой недели на пленарном заседании мажориса состоялось второе чтение законопроекта о лудомании. До этого на национальном курултае в мае глава государства поручил разработать конкретные меры по сдерживанию этой болезни. В ходе чтения мажорисмены озвучили ряд предлагаемых поправок, в которых энергетические напитки оказались в центре внимания. Граждане, зависимые от азартных игр, являются главными потребителями энергетических напитков, чтобы не спать и играть всю ночь. Кроме того, по данным АФМ, сегодня более 200 тысяч несовершеннолетних регулярно играли в азартные игры. Не исключено, что эти подростки делают ставки, одурманенные энергетиками. Энергетики стали опаснее, чем алкоголь. Сейчас даже 10-летний ребенок может спокойно купить энергетик. На сегодня и правда можно встретить большое количество молодых людей, которые зависимы от данных напитков. Проводя опрос среди кустанайцев, мы узнали, что некоторые уже даже сталкивались с последствиями потребления энергетиков. Да, энергетики пью иногда, но сейчас с этим завязала, потому что начались очень сильные головные боли. Особенно это происходит днем. Если их пить, особенно в жаркую погоду, очень сильно ухудшается самочувствие, поэтому решила прекратить с одним делом. Когда был 13, я тоже перепил много энергетиков и когда-то тоже сильно заболел. И, в общем, не советую никогда не пить вообще. Не пью, не употребляю сама и детям не разрешаю, потому что, по известным данным, ученые уже доказали, что это негативно сказывается на здоровье, печень, сердце, легкие, потом порог сердца и все остальное. Молодежь мне не рекомендовала бы пить энергетики, но сама я не пью, от запаха тоже не переношу. Не зря же говорят, запах энергетики – это запах смерти. Они плохо влияют на сосуды человека и наносят вред организму. Пускай на мимолетное время, возможно, и даст буст, так сказать, в энергии, но в долгосрочной перспективе оно себя не оправдывает. А врач-кардиолог Алмаз Закарин утверждает, что к нему все чаще стали обращаться люди, которые ежедневно потребляли этот самый напиток. В основном это молодые люди. По словам врача, энергетик бесщадно проходится по всем органам нашего организма. Был случай, когда приехал один парень, работал таксистом, то есть он работал межгород, ездил между городами и часто употреблял энергетики для того, чтобы не спать в дороге. И у него возникли проблемы с щитовидной железой, то есть там и все гормоны начали у него прыгать, можно так сказать. Тем самым, конечно, он подорвал уже свое здоровье. К сожалению, сейчас он на учете у эндокринолога стоит, то есть такие случаи очень часто бывают. Врач-кардиолог поддерживает законопроект, так как считает, что пользы данный напиток в себе не несет, а лишь наносит непоправимый вред здоровью. Плюс ко всему, возраст его постоянных клиентов варьируется от 20 до 25 лет. Уже в этом возрасте молодые люди начинают жаловаться на работу сердца. Алексей Краснов, Алжас Исин Жигитов, Алина Альмишева и Татьяна Калюжная, РТН. На этом сегодня все. До свидания.